Моя фамилия Браши. По-русски это Шукин. А коллекционер Шукин в конце 19-го и начале 20-го века собирал французское современное искусство. А я в России в конце 20-го и начале 21-го века собираю русское современное искусство. В 2006 году я купил у Валим Чтак эту работу. Я был его первым коллекционером. А эта работа как раз 2006 года. Называется «Шпион». Шукин познакомился с Пикассо благодаря Матису, а я познакомился с Чтаком благодаря художнику Алексею Калимову. Они вместе были в группе «Радек» до этого. А Калима основал такую галерию под названием «Франция». Именно в галерии «Франция» в подвале. Это была Нековерская галерия. Я видел первую выставку Валерии Чтака. Я познакомился с Пьером на своей выставке в 2006 году. Пьер пришел и купил у меня работу. То есть я просто пришел и купил. На выставке были портреты французских философов. И Делюзи, и Гватари, и Фуко. И несколько картин больших по размеру. Я сразу заметил картину «Шпион». Очень давно у меня не были такие мощнейшие впечатления. Что-то похоже на синдром Стендаля. Хотя я не потерял создание, но действительно это был шок. И я думаю, что только в Париже в 87 году, когда я видел первую выставку Жан-Мишель Баскья, у меня были такие же фантастические эмоции. Картина мне сразу понравилась. Здесь очень просто все. Есть три краски. Черный, белый, серый. И три мотива. Чея. Шпион. Москва. 1981 год. И вот этот ансамбль мне сразу просто интриговал. И именно поэтому я купил эту работу. Это был абсолютно новый язык. Новый визуальный язык. И хотя ты так сказал, что я уже рисовал, сейчас ваша задача понять, мне не было так важно понимать. А был важен вот этот эмоциональный шок. Я только потом решил, что я буду пытаться понимать, что это за картина. Шпион. Там череп с костями. И написано Шпион 1981, насколько я помню. И 1981 это год, в который я родился. Я не уверен, что есть возможность объяснить проявление искусства, тем более свое. Я думаю, что Пьер лучше с этим справится. Мне стало сразу ясно, что Штак настоящий художник Демюрм. Он как бог. От тьмы он создает свет белый, и между ними серий свет. И эта гамма черной, белой серии, это будет характерна для всех работ Штака. Я заметил вообще, что очень часто раны работе художников, это важные работы, потому что художник уже формирует свое, скажем, концептуальное направление. Вот сейчас вам расскажу, почему череп не всегда интриговано. Череп очень распространенный образ. И Штак, конечно, тоже очень часто изображает череп. Вообще, образ появится в средневековье, для того, чтобы пугать врагов, и, конечно, его использовать и пираты. А в 17 веке французские художники, как и голландские, очень часто рисовали то, что называется ванитас. Ванитас – это натюрморт, где очень часто видно череп и разные объекты жизни. Объекты удовольствия, как инструмент музыкальный, партитуры, книги, иногда свечки, фрукты. Вот это и есть ванитас. У Пикассо есть череп, и у Дали, и уже ближе к тому, что Жан-Мишель Баскья или Херс, конечно, использовали тоже череп. Сегодня череп напоминает и токсичную, и химическую опасность. Есть очень много граффити с мотивом черепа, и, конечно, стрит-артист очень сильно использует эту тематику. Но Штак не является стрит-артистом. И эта картина еще висела вместе с другими портретами, которые были портретами философов французских. Я тогда подумал, а может быть, это портрет, но уже бесплодный. А портрет кого? Смерти? Вообще, Жан-Мишель Баскья себя изображал несколько раз в виде черепа. Но почему тогда шпион? А вот словом шпион, понятно, что как человек, который живет здесь уже 30 лет, мне очень часто сказали, что ты, наверное, шпион. И поэтому отношение к этой картине, естественно, увеличилось. Часто Штак смешивает разные слова из разных языков с образами, которые они не имеют, казалось бы, прямой связи. А в Варере объявили, что он иудей, то есть человек мира, который может жить в любой стране, говорить на любом языке и общаться с разными культурами. И у меня были впечатления, что шпион это, конечно, не я, как сказал Штак. Ну, француз живет в Москве, да, я не знаю почему, может быть, он шпион, что не исключено, конечно, но... Но это и есть художник, который наблюдает истину, что происходит в мире. А в картине, как «Ребус» были еще такие слова «Москва, 1981 год». Но когда я узнал, что Штак родился в Москве в 1981 году, все стало ясно, что эта картина – это и есть автопортрет Валерии Штака. Ну, может быть, похоже на водительские права. А я понял, что эта картина – это для художника новый визуальный язык и, может быть, даже новый вызов. До сих пор эта картина мне очень впечатляет. Она висит у меня в офисе, прямо напротив меня. Я на нее каждый день наблюдаю и никогда не устаю. Она, скорее всего, одна из лучших произведений Валерии Штака. Пьер действительно один из моих первых коллекционеров. Я, честно говоря, ну, один, тот совершенно первый коллекционер, который пришел и просто купил мою работу. Пришел на выставку и купил работу, потому что до этого такого не было. До этого были какие-то такие продажи очень такие... Ну, какие-то просто интеллигентские, интеллигентско-светские, так сказать. Типа, о, давай, ну, давай я куплю у тебя эту работу. Ну, давай. А сколько она стоит? Ну, 300 евро. И Пьер, первый, кто пришел и на выставке, прям вот купил работу. Ну, вот этот момент приобретения, когда я был в Галерии в 1966 году, это всегда страсть. Я не могу повторить, каким образом появится вот этот абсолютно адреналин, который, когда вы вдруг увидите что-то новое, и вы понимаете, что эта вещь может быть ваша и таким образом может попасть в историю искусства. Через год, в 1967 году, я показывал эту картину на выставке моей коллекции в Московском музее современного искусства. Для меня очень важно показать мои выборы. Это не вопрос пиар или рекламы. Я просто люблю поделиться страстью коллекционирования. Но вы же помните, что коллекционер Шукин также открыл свой дворец, и очень много художников в России, которые могли к ним попасть, просто вдруг обнаружили, что есть такие художники, как Гоген, Пикассо, Матисса или Ван Гога. А в 2015 году я делал снова выставку моей коллекции в Московском музее мультимедиа. И Ольга Свиблова, директор музея, решила поставить или повесить все картины Штака, не все, но девять картин Штака, прямо в красном угле. Это было в главном зале, и мы создали такую практически вавильонскую башню. А наверху была главная картина Штака «Шпион». И только в 2016 году, то есть 10 лет после того, что я приобрел у Валерия работу, Валерий попал в списки самых влиятельных художников в России по арт-гиду. И в «The Art Newspaper» тоже в списке самых известных российских художников. Насчет творчества не знаю, но и творчество в том числе, да. Очень важный уже сыграл, то есть без Пьера никуда. Не было бы Пьера, не было бы Штака. А также в 2016 году у Валерия Штака была грандиозная выставка в МОМА на уже персонале. Я вообще горжусь, когда я чувствую, что я первый, кто заметил прекрасного художника, и что через несколько лет он появится в музее, он появится в других коллекциях. Я думаю, что в этом случае это роль коллекционера, настоящего коллекционера, просто поддерживать художника в начале его карьеры. И очень часто художники мне говорят, мы тебе очень благодарны, потому что ты нам дал тальчок для того, чтобы идти дальше и творить дальше. В коллекции у нас есть сегодня где-то 15 работ Валерия Штака. И уже всем понятно, что это ведущий художник России, и что уже никто об этом не вспомнил. Русский коллекционер Шукин, мой однофамильниц, был первый, кто собирал и Матисса, и Пикассо в таком масштабе. И мне очень приятно, что сегодня я первый, кто приобрел работы Валерия Штака. Субтитры создавал DimaTorzok